Друзья, рад вас приветствовать очередной, самый информативный спортивный дайджест. Начнем с футбола. У кировских «Динамовцев» стартовала заключительная фаза подготовки к сезону. Местом дислокации белоголубых для проведения предсезонного сбора была выбрана Нижегородская область. Команда Виктора Булатова в минувшую субботу отправилась на базу «Море спорта». Наши футболисты уже успели провести контрольный матч с пешиланским «Шахтером». Тестовая игра завершилась в ничью 2-2. По нашей информации, тренировочный лагерь «Динамо» рассчитан до конца марта. Первый матч нового сезона в чемпионате второй лиги, я напомню, кировский клуб сыграет 13 апреля. В стартовом туре группы 4 дивизиона «Б» динамовцы выяснят отношения с фармом Тольяттинского «Акрона». Далее о хоккее. Константин Власов не останется в «Динамо». Уроженцу Кировской области и бывшему галкиберу Кирово-Чепецкой «Олимпии» последние два сезона входившему в тренерский штаб Алексея Кудашова не будет предложено. Новое соглашение. Об этом сообщает Мета-рейтингс. Действующий контракт тренера истекает 30 апреля. В московском клубе 46-летний специалист отвечал за работу с вратарями. В нынешнем сезоне Константин Власов выиграл с «Динамо» Кубок континента. В плей-офф «Белоголубые», я напомню, не смогли преодолеть барьер второго раунда, уступив в четырехматчевой серии «Челябинскому трактору». Помимо «Динамо» Власов известен по работе с «Рубином», «Адмиралом», «ЦСК», «Автомобилистом» и «Юниорской сборной России». И в заключении выпуска о боях на голых кулаках. Вятский князь возвращается в сено. Ветеран «Топ-док» и все Алексей Мельник попробует закрыть обидное поражение Исе Тандовскому Исаеву на 28-м турнире кулачного промоушена. Грядущий номерной ивент организации пройдет уже 13 апреля в Казани. Бои на голых кулаках примет легендарная Татнефть-арена. Кировский файтер и настоящая легенда «Топ-док» и все Алексей Мельников склестнется в бескомпромиссном сражении с восьмым номером рейтинга легкого веса Андреем Борисовым по прозвищу «Веном». Напомню, Вятский князь свой последний поединок провел в декабре прошлого года. На 26-м турнире промоушена Мельник уступил нокаутом во втором раунде Тандовскому. Наш боец 14 раз за карьеру выходил в сено. В рекорде Алексея Мельникова 8 побед при 6 поражениях. Он два раза дрался за чемпионский перстень «Топ-док». В данный момент в рейтинге легкого веса Кировчанин занимает четвертое место. Это были новости с Антоном Шидания. До новых встреч.